Пять месяцев разбирательств и вот, наконец, финал процесса. На оглашение приговора даже пустили прессу впервые за все время, что шел суд. Фемидо установило, два года назад глава Кунашакского района лишил 10 семей надежд на улучшение жилищных условий. Люди, которых должны были переселить из ветхих бараков, так этого и не дождались. Гибайш издал постановление номер 820 о переводе жилых помещений в специализированный жилищный фонд, перевод квартиры 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, расположенные в доме 69 в улице Пионерской, в селе Кунашаке специализированный жилищный фонд, категории служебных для выделения отдельным категориям граждан. Отдельные категории граждан – это друзья, знакомые, родственники Янбаева. Квартиры, в числе прочих, получил также его зам, глава местного СИЗО и медсестра одной из больниц. На одном из заседаний адвокаты опального главы заявили, что подзащитный не ведал, что творил. Сам чиновник свою вину тоже не признавал. Руководство статью 307, 308, 309 УПК РФ приговорил признать Янбаева Танира Гадоуловича виновное в совершении преступления предусмотрено статьей 293 частью 1 и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей с перечислением в госдоход. Столь мягкий приговор не стал сенсацией, ведь прокуратура настаивала на мягком наказании. В ходе разбирательств статья была переквалифицирована. Злоупотребление должностными полномочиями стало халатностью. Комментировать приговор сам чиновник отказался. Мы не собираемся. Разрешите, мы пройдем. А комментариев не будет? Нет, комментариев не будет. Вы считаете, что приговор вам не существует? Я бы сказала, правосудие свершилось. В рамках того обвинения, которое предъявило Янбаеву гособвинение, суд вынес справедливое решение. Хотя, конечно, в общем, это слишком мягкое наказание, и для такого должностного преступления. Янбаев возвращается в кресло главы, но представитель прокуратуры сегодня заявил, что это еще не финал истории. Возможно, иное продолжение ситуации. Какое, я пока вам говорить не буду. Не буду всему своего времени, это с одной стороны. А с другой стороны, формальных препятствий для осуществления служебной деятельности на должности главы района на данный момент не имеется, поскольку он не судим считается, так как освобожден от наказания. Какое именно будет продолжение, так и осталось тайной. А вот с несостоявшимися переселенцами из ветхих бараков история прояснилась. Скорее всего, они смогут въехать в новые квартиры. Приближенные Янбаеву по доброй воле выселились из дома, что построен на бюджетные деньги.